То, что спорт это часть большой политики, известно в общем давно. Это правило знает, конечно, и лидер Таджикистана, Имамали Рахмон. В республике выпустили книгу с его цитатами. Название этой книги «Здоровье нации – бесценное богатство». Итак, советы от президента. Вера Исмаилова ознакомилась с этим материалом. Сагдийская область, город Чкаловск. Президент открывает площадку для мини-футбола. Глава Таджикистана к спорту относится с уважением. Вот он на стадионе играет в футбол. Вот он среди участников забега. А вот Имамали Рахмон на теннисном корте. Президент республики Имамали Рахмон не только занимается политикой, он также и занимается спортом. Очень любит спорт, особенно такие виды, как футбол. Он на своем примере показывает, чтобы молодежь занималась спортом. Нарзулу Латипов тему изучил досконально. За спортивными достижениями президента он наблюдает много лет. Результат – вот эта книга. Название – Имамали Рахмон «Здоровье нации – бесценное богатство». Идея написать книгу про спортивного президента появилась семь лет назад. Я еще семь лет тому назад написал президенту открытое письмо, чтобы состоялась его встреча с спортсменами и работниками отрасли. Вот, к счастью, в декабре 2010 года эта встреча состоялась. И знаете, после этой встречи спорт резко пошел вверх. Об этой встрече и десятках других, об открытии спортивных объектов и о достижениях спортсменов. На каждой странице цитаты из выступлений, посланий, высказываний президента. Суть простая. Здоровье нации – стратегическая задача. Насколько народ будет охвачен физической культурой, настолько и улучшится его здоровье. Появится больше возможностей для развития различных сфер национальной экономики. Что, в свою очередь, укрепит стабильность и безопасность государства и общества. На этом стенде наши спортсмены, которые завоевывали в разные годы, начиная с 1972 года, вот по 2012 год – олимпийские медали. То есть, первая медаль – это Юрий Лаванов, последняя медаль – это Мавзуна Чуриева. О Мавзуне Чуриевой в книге написано отдельно. Вот она – спортсменка, молодая мама и общественный деятель. Ее день расписан буквально по минутам. Не изменен один пункт – утренние и вечерние тренировки. После тренировки – домой и сразу на кухню. В личной жизни, как и на ринге. Одна победа за другой. После Олимпийских игр вышла замуж. Два года назад стала мамой. Теперь научилась совмещать все – семью, спорт и даже политику. На последних выборах ее избрали депутатом столичного маджлиса. Ни для кого не секрет, как наш президент уважает спорт. Он делает все возможное для его популяризации и развития. Мой долг – оправдать его доверие. Буду стремиться сама завоевывать призовые места и пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи. Спортсменам везде дорога, везде почет. Вот фотографии из книги. Президент награждает олимпийских чемпионов. На этом снимке орден славы ему Мали Рахмон вручает Дельшоду Назарову. Метатель молота уже завоевал первую и пока единственную путевку для Таджикистана на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В жестком рабочем графике чемпион выделил время для съемок. Сначала дома. Семейный обед – дело святое. Любит очень плов. И всегда своим соперникам Дельшод говорит, ешьте больше плова. В рисе много энергии. И они всегда говорят, нужно приехать к вам и попробовать ваш плов. Что это за такой волшебный плов, что ты так далеко метаешь. 20 лет назад руслого паренька заметил тренер и пригласил его в секцию по легкой атлетике. С тех пор Дельшод завоевал немало наград. Победитель азиатских игр – трехкратный чемпион Азии. И, наконец, серебряная медаль на чемпионате мира в Пекине. Тренировки каждый день. Но только в нерабочее время. Дельшод – большой начальник. Работает в правительстве Таджикистана. В Комитете по делам молодежи, спорта и туризма. Заканчивается спортивный сезон. Мы сейчас подводим итоги. Работа кипит, можно так сказать. Потому что, как уже до этого говорил я, что 2016 год – это Олимпийский год. Он очень важный. Из-за этого сейчас и в работе у нас здесь в Комитете все силы брошены на подготовку сборной республики к Олимпийским играм 2016 года. У чиновника и спортсмена свой секрет здоровья. В первую очередь это режим для спортсмена. Самый главный режим, чтобы спортсмен вовремя ложился спать, рано просыпался. Если будет режим, человек будет здоров и духом, и телом. В книге про здоровье наций сотни имен известных спортсменов и не меньше советов. В основном от президента. В этой типографии на окраине Душанбе печатают новую партию. Пока издание вышло ограниченным тиражом – 500 экземпляров. Первый вручили Эмумали Рахмону на день рождения. Вера Исмаилова, Рустам Пулатов, Убайдалу Гаибов и Бахтиор Юсупов. Вместе из Таджикистана. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...